События, в которых я участвовал в последние 2-3 недели, удивительным образом объединены единой идеей. Это идея, которая висит в воздухе, и может быть ее следовало бы поименовать как идея новой концепции денег, или конца финансового капитализма, потому что настроения такие, они просто витают сегодня в обществе, причем не только в нашей стране. Начну я, пожалуй, со своей поездки в Турцию, где я 2 дня участвовал в дебатах в фонде Сулеймания. И если мы начинали с богословских и мировоззренческих вопросов, то лишь постольку, поскольку они необходимы для выхода на проблему новой концепции денег, беспроцентного кредитования. И именно эти вопросы и получили там наиболее острое обсуждение, не только в процессе встреч официальных, но, что называется, и в кулуарах. Турция сегодня прекрасно понимает миссию доллара и проблемы, которые формируются во всех странах, включая Турцию, связанную с долларом. Вспоминают они и прекрасно рассказывали мне о том, как гибла Османская империя. Это как раз было связано с ситуацией, когда Османская империя замкнулась на английский фунт стерлингов. И потом вдруг не удалось распечатать необходимую партию для Турции. Потом корабль, который перевозил эту денежную массу, утонул. И привело это в конечном счете к окончательному распаду Османской империи. Но дальше, если посмотреть те дебаты, которые происходили в Ростове, я участвовал там в продовольственном форуме, выступал на этом форуме первым. После меня выступал президент Татарстана. Казалось бы, проблема продовольственной безопасности, чисто аграрные вопросы. Но по факту практически в каждом выступлении так или иначе затрагивался вопрос, связанный с функционированием кредитно-финансовой системы. И удивительно, что в среде обычных представителей фермерских структур это понимание сегодня тоже достаточно высоко. Ну вот мне запомнился одна из реплик вопросов из зала, когда там выступали банки. То один из фермеров попытался уточнить, а где вы видите банки? И дальше заявил следующее. В моем понимании банки это те структуры, которые не выходят при кредитовании за предел, по крайней мере, выше 5%. Все, что выше 5%, это уже не банки, это расставщические конторы. Это говорят люди, в общем-то, которые к финансовой системе отношения, казалось бы, никакого не имеют. Но подчеркивалось каждым из выступающих, что первопричина всех проблем – это кредитно-финансовая система. Я выступал в течение 10 минут, вот первое выступление, а потом было много вопросов. В течение ответа на эти вопросы удалось достаточно серьезно раскрыть проблему денег и проблему новой концепции денег. По сути, я затронул три базовых вопроса методологических, которые мешают решить проблему продовольственной безопасности. Первая тема – это вопрос о земле, потому что у нас пока она используется в известном еще из «золотого теленка» режиме, Паниковский вас продаст на золото, потом купит на рубли, потом снова продаст, но уже дороже. То есть земля, к сожалению, стала предметом спекуляции и достается она в большей степени не тем, кто может и хотел бы на ней работать, а тем, у кого больше денег. И в этой связи, конечно же, нужны новые подходы, нужно повышать эффективность использования земель. И оставаясь в этой парадигме, тем не менее, следовало бы создать корпорацию РА, условно я так назвал этот проект, корпорация РА, Корпорация Российские аграрные технологии, та корпорация, которая была бы как оператор заинтересована в использовании земель, если передать в уставный капитал этой корпорации федеральные земли, неэффективно используемые, а потом наделить ее полномочиями прямого изъятия неэффективно используемых земель, то появился бы уже финансово обоснованный механизм изъятия неэффективно используемых земель. Сегодня это провозглашается, но механизма нет. Никто ни у кого земли практически не изъял, а многие из них не пашутся годами, не используются. Мне вспоминается выступление на юбилее одного из наших профессоров, он некогда работал директором хозяйства в советские времена и как-то показал в отчетных данных сокращение пахотных земель на какую-то долю процента. И после этого у него в течение двух месяцев были разные родные неприятности и объяснения по этому поводу. Вот сегодня, наверное, такие административные приемы, они неправильные, но экономический механизм должен быть. Вот такой экономический механизм мог бы быть реализован с помощью такой государственной корпорации. Ну, конечно же, основной вопрос – это вопрос финансов. И если мы не изменим способ функционирования кредитно-финансовой системы, то тогда вряд ли мы на что-то можем рассчитывать. Приводил я, прямо какие-то уж стараешься наглядные иллюстрации такие дать. Вот мне это напоминает, способ работы нашей банковской системы напоминает чихающую табакерку. То есть табакерка-то служит для того, чтобы чихали окружающие, но у нас получается, что чихает сама табакерка. Потому что банки должны лишь способствовать успешной работе производящего сектора. Но пока все получается с точностью до наоборот. Мне хотелось бы подчеркнуть, что актуализация проблем новой концепции денег, она происходит накануне саммита БРИКС, который пройдет в этом году, 15 июля, в нашей стране, в Уфе. И, на мой взгляд, это знаменательное событие. Мне представляется, что именно БРИКС – та площадка, на которой идея новой денежной системы могла бы получить свои реальные перспективы для развития. И мы наблюдаем, как вот эти события, происходящие в странах БРИКС, они, в общем, получают серьезное противодействие со стороны Запада. И достаточно вспомнить, по сути, такой трансатлантический сговор под названием ТИСа. Это формируется соглашение о торговых услугах. Но, по сути, это некий ответ Запада на формирование новых идей странами-участниками БРИКС. Третий вопрос, который я затронул на форуме, который, кстати, вызвал большой интерес, и потом были комментарии сразу же во всех средствах массовой информации, это вопрос, связанный с городостроительной парадигмой. То есть сегодня у нас в основном идет развитие городов, а сельская местность зачищается, поскольку нет места для комфортного проживания для тех, кто хотел бы заняться сельским хозяйством, то, соответственно, сдерживается и развитие аграрного производства. Он подчеркнул еще раз известные цифры, что мы живем только на одном проценте территории, и что нужно было бы не в высотках жить, которые ломают генетический код и подрывают здоровье нации, если угодно, а переходить к системе жизни в природе. Но это можно сделать, опять же, исключительно и только на принципах государственного регулирования, потому что если полагаться на либерально-рыночные ориентиры, то они, безусловно, загоняют всю сферу большей доходности, а большая доходность, как известно, в местах скученности населения. Ну и если посмотреть дальше, то я обратил бы внимание на инвестиционный форум РЖД. На инвестиционном форуме РЖД выступил Ричард Фернер, и интересующиеся могут просто в Яндексе набрать, если фамилию и имя выступающего, то они увидят эту информацию. Она любопытна тем, что, может быть, она, наконец, сработает. Дело в том, что, как известно, в своем Отечестве пророков не бывает, но сегодня эти рецепты для нашей страны формулируют уже западные специалисты. Это специалисты из Германии. Он приводит очень яркие примеры, что можно развиваться за счет инвестиций внешних, а можно развиваться за счет инвестиций внутренних. Но если внешние инвестиции идут по принципам вашингтонского консенсуса, на процентной основе, то это гарантированно тупиковый путь. Известно это из истории. Он отработан и называется вашингтонским консенсусом, но изначально он прорабатывался для колоний еще Великобритании, а потом уже был адаптирован к странам Латинской Америки по отношению к Соединенными Штатами. Ну и, наконец, сегодня он применяется по отношению к России. Любопытно, что одновременно практически с этим выступлением сегодня все средства массовой информации высветили позицию Улюкаева, это министра промышленности, который уверяет нас, пытается нас уверить в том, что реально Россия может стать промышленно развитой страной не ранее, чем через 50 лет. Это, конечно, полный нонсенс, он связан с абсолютным непониманием вот того, что в этой концепции денег и через 500 лет ничего не изменится, через 50 лет уж точно, но перемены, причем радикальные, можно получить в течение пяти лет, но в новой концепции денег. В качестве, может быть, каких-то иллюстраций, примеров прошлого, можно привести, конечно, зарубежный опыт, но можно привести и примеры нашей страны. В 30-е годы в концепции внутреннего кредитования было запущено одновременно строительство 1500 крупнейших строек, таких как Днепрогресс, тракторные заводы, там, так сказать, известные, магнитка и так далее. Вот такого рода проекты. И все это получилось. И в течение пяти лет были 1500 заводов построены, а в течение 10 лет было построено порядка 9000 заводов. Ну а вот Ричард Вернер как раз приводит примеры по другим странам. Он говорит, что развитие возможно исключительно и только за счет внутреннего инвестиционного кредитования. И он уверяет, вот, по сути, участников инвестиционного форума РЖД в том, что никогда не может возникнуть инфляция, если эмиссия внутренняя направляется на развитие производства, а не на потребление. То есть, если происходит реальное управление деньгами. И он приводит пример в качестве примера Германию послевоенную, которая моментально поднялась как на дрожжах. И, как известно, финансовая система Германии радикально противоположна, скажем, финансовой системе Великобритании. А потом опыт Германии был использован Японией. Япония не заимствовала извне ни одного доллара. Япония, начиная с 1937 года и где-то по 1960 год, бурно развивалась исключительно за счет внутреннего кредитования инвестиционных проектов, за счет выпуска собственных денег, собственной эмиссии. Когда Китай начал рассматривать проблемы перехода на новые принципы развития, то Дэн Сяо Пин детальным образом изучил японский опыт. Кстати, на этом же опыте развивалась и Корея, и ряд других стран. Так что тут ничего, ну, скажем, та же Малайзия, за что она по сию пору наказывается за то, что не берет кредит. И крушение малазийского Боинга, оно связано именно с этим, именно малазийского. Так вот, Дэн Сяо Пин, изучив опыт Японии, приступил к эмиссии собственных средств платежа в колоссальных объемах, то есть монетизация экономики Китая сегодня, по крайней мере, в 5-6 раз выше, чем у нас. Ну, этот коэффициент отношения денежной массы к валовому внутреннему продукту, вне зависимости от объема экономики, должен быть одним и тем же, потому что больше продуктов, больше денег. Но монетизация китайской экономики в 5-6 раз выше, чем у нас. И этим все объясняется. Просто у нас нет денег, а если они есть, то под высокие процентные ставки. И вот вам пример Китая. Китай, правда, в отличие от Японии, некоторые заимствования производил, но он производил исключительно в целях промышленного шпионажа. То есть Китай брал связанный кредит под какое-то конкретное изделие на Западе, а дальше он получал право отслеживать всю технологию производства этого изделия, которое он потом забирает. И, соответственно, изучая технологию производства, он один раз оплачивал, а потом запускал это все у себя, прекрасно копируя имеющийся уже в мире опыт. Поэтому, если посмотреть на все события последних, еще раз говорю, двух-трех недель, то вопрос о новой концепции денег, он становится совершенно очевидным. Это деньги, которые работают на всех и каждого, а не на банковский сектор. Это деньги, которые работают на то, чтобы развивалась реальная экономика, а финансовые потоки должны лишь сопровождать реальный сектор. Дело в том, что как-то Дмитрий Анатольевич Медведев упоминал о необходимости организации в Москве глобального финансового центра. Но невозможно создать финансовый центр, оставаясь внутри евро-долларовой пирамиды. Именно об этом я говорил в Ростове. Если мы хотим действительно стать мировым финансовым центром, то первое, с чего мы должны начать, это перейти к принципиально новой концепции денег. Деньги должны лишь отражать наши ресурсные возможности. Если страна действительно хочет иметь свой финансовый центр, если она действительно претендует на роль суверенной государственности, а очень правильно подчеркивал в свое время наш президент Владимир Владимирович Путин, что Россия такая страна, что она либо будет суверенной, либо ее не будет вообще, то в рамках суверенитета мы просто не имеем права сказать, что у нас нет денег. Это полный нонсенс, это бессмысленная фраза, потому что деньги – это просто информация. Но в бумажных или электронных носителях появляется эта информация в течение трех секунд, и не более того, нажатием клавиши на компьютере или нажатием кнопки на печатном станке. Вот что такое деньги. Так мы в новой концепции их должны понимать. В реальной суверенной государственности может не хватать материальных, кадровых или энергетических ресурсов. Может не хватать электроэнергии, древесины, рабочих рук, технологий, но не может не хватать денег. Вот как только мы поймем эту элементарную, простую истину, так у нашей страны появятся перспективы развития не по прогнозам Улюкаева, а по совершенно иным прогнозам, когда пятилетний период вполне достаточен для эффективного развития нашей государственности. В 2018 году у нас предстоят выборы президента, и мне хочется верить, что к этому моменту наша страна подойдет с новой концепцией денег, с новой теорией денежного обращения. И я убежден, что эта теория будет разработана в недрах русской цивилизации, в рамках гражданского общества, в рамках общественной инициативы.